АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ Смерть на рельсах. На станции Бобруйск поезд сбил человека. В чем причина ЧП? Пылающая неделя. Четыре пожара, один погибший. Как не пополнен сводки МЧС? Незаконное растение. Бобруйчанин хранил марихуану дома. Что ему грозит? Мы начинаем. В минувшие выходные в Бобруйском районе пожары принесли немало бед. В деревне Большие Бортники сгорел автомобиль. Огонь вспыхнул в восьмом часу вечера. О случившемся сообщил прохожий. Как выяснилось позже, сгоревший рынок принадлежал местному жителю. От машины остался только каркас. Причину возгорания специалистам еще предстоит выяснить. Огонь разыгрался и в других деревнях. Жители Величкова остались без крыши над головой. Автоголец и пламя и вовсе унесло жизнь. Мой коллега Максим Кембель расскажет больше подробностей. По 11 часов где-то, может, по 11 началось. Я думала, это голье, он палит. Не обратила внимания. Потом смотрю, что это дым такой подозрительный. И оно, знаете, аж полыхает до проводов. Очевидец Алла Мартынова, как сейчас, помнит тут пожар. Треск шифера, дым столбом. Все соседи на улице. К моменту приезда спасателей огонь полностью охватил дом. Внутри, по словам местных жителей, находился хозяин. Сотрудники МЧС тут же бросились в пекло. Поиск мужчины был затруднен высокой температурой, обрушившимися конструкциями и сильным задымлением. Спасти хозяина, к сожалению, не удалось. Тело огнеборца обнаружили на кровати веранде. Для соседей новость о гибели товарища стала настоящим шоком. Ну, он спокойный. Никогда ни на кого ни слова не крикнет. Вообще такой он хозяйственный. По дому все делал. Ну, случай так. Так парень хороший. Не пожарел огонь и само строение. Крыши, деревянные стены не выдержали высокой температуры и рухнули. Утелел лишь кирпич. Дом теперь как с ронтовой открытки. Менее чем через сутки на номер 112 поступил еще один сигнал. На этот раз ЧП случилось в деревне Величково. Хозяева легли спать, как ни в чем не бывало. В 4 часа утра женщина проснулась от едкого запаха дыма. Благо, обошлось без жертв. Пострадало только имущество. Сейчас специалисты устанавливают причину обоих пожаров. Максим Кембель, Максим Галионко. Бобруйск, 360. Неспокойно выдалось и начало этой недели. 3 ноября спасатели отправились на вызов в деревню Вороновичи. Там полыхал сарай. Огонь вспыхнул около 7 вечера. Спасатели вызвал прохожий. Когда подразделение прибыло на место, пламя уже охватило крышу, а деревянные стены и перекрытия сильно обуглились. Сотрудникам МЧС удалось пресечь переброс огня на расположенное рядом строение. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара устанавливают. С наступлением отопительного сезона причиной возгорания номер один все чаще становится печь, ее неисправность или неисполнение правил безопасности. В Бобруйске и районе с начала этого года спасатели зафиксировали 20 таких пожаров. Как подготовить главный источник тепла к зиме и не попасть в сводки МЧС? Смотрите прямо сейчас. Надежда Самкнулова любит отдыхать на даче не только летом. Частенько вместе с мужем заглядывают в свой домик в пригороде Бобруйска и осенью. Первым делом семейство проверяет главный источник тепла – печку. Смотрим, чтобы не было никаких нидей дыр, чтобы все было заделано, чтобы дым не проходил. Когда камин топим, так у нас стоит специальная сетка. Важная часть подготовки к отопительному сезону – чистка дымохода. Осевшая на стенах трубы сажа мешает оптимальному выводу дыма и правильному горению топлива, вследствие чего может возникнуть пожар. Чтобы избежать беды, специалисты рекомендуют проводить чистку хотя бы раз в год. Однако делать такую процедуру самостоятельно не всегда безопасно. Лучше вызвать профессионалов. Чем чище ваша печь, тем меньше топлива вы расходуете для того, чтобы отопить ваш дом. Бывают такие случаи, когда поднимаешься и видишь, что балки крыши, они уже все в саже и даже имеют уже такой момент, как уже обугленные они. То есть, ну, буквально люди находятся на самом деле в большой опасности, потому что их печь в непригодном состоянии. Сама процедура не займет много времени – от 30 минут, но сможет спасти имущество и даже жизнь. В этом году причиной четверти пожара в Бобруйском районе стала неисправность печи. Спасатели неустанно напоминают и о правилах эксплуатации. Самое важное, что нельзя делать, первое, это хранить на печи различные вещи, сгораемые материалы, в общем, скажем так, да. Растапливать печь бензином, керосином, в общем, легко сломняющимися жидкостями. И нужно правильно печь топить, то есть протапливать ее периодично. Это позволит избежать перекала печи и появления трещин. Также, говорят спасатели, необходимо прибить притопочный лист или залить негорючее основание. Подойдет цемент или плитка. Подготовиться к отопительному сезону гораздо дешевле, чем устранять последствия пожара. Непростой конец прошлой недели выдался и у госавтоинспекторов. Сфотки милиции пополнили сразу двумя ДТП. Пятничным вечером на улице Гагарина столпотворение. На месте аварии не только ГАИ, но и скорая. Здесь примерно в 19.50 сбили пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть по Зебре, когда на него наехал Фольксваген. К слову, у пешехода не было фликеров. В результате ДТП пешеходу были причинены следственные повреждения, с которыми он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Днем позже на интернациональной столкнулись два автомобиля. К счастью, никто не пострадал. Перекресток не поделили Аудио и Хонда. Немец двигался по Октябрьской со стороны Пролетарской. В это время японец, который ехал от парка, совершал маневр. Водитель поворачивал налево на интернациональную. Тут и произошло столкновение. У Ауди треснуло лобовое стекло, погнут весь левый бок. Хонда осталась без фар, в смятку передняя часть. ГАИ устанавливают причину ДТП. Сегодня водителям необходимо проявлять особую внимательность на дорогах. Начались школьные каникулы. Несмотря на завершение акции недели детской безопасности, госавтоинспекторы держат руку на пульсе. Напоминают водителям и пешеходам, как маленьким, так и взрослым, правила дорожного движения. Особое внимание использованию фликеров и правилам безопасной перевозки детей. Она осуществляется только с использованием специальных удерживающих устройств – кресел или бустеров. За отсутствие детского кресла у нас грозит административная ответственность по 18-14 части 5 КОАПа Республики Беларусь. А также, соответственно, в течение года, если еще раз данное правонарушение совершено, то там уже предусмотрена административная ответственность, но более уже другие санкции, статей, то есть уже ответственность идет от 2 до 5 базовых величин. Сделал гадость души радость. В Бобруйске задержан подозреваемый в поджоге общественного пункта охраны правопорядка. Происшествие случилось около полуночи 28 сентября. Неизвестные подожгли опорку отдела милиции на Куйбышева. Огонь повредил входную дверь и внутреннюю отделку. Следователи возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. Бобруйские сыщики выяснили, что к поджогу причастен 42-летний безработный горожанин, который после совершения преступления уехал в Россию. На днях мужчина вернулся, его сразу же задержали. Встретил его друга, он вышел, пошли к нему домой, выпивал, смотрели телеграм-каналы, ютуб туда-сюда, был немного возмущен, действовали власти, показанные телевизором, он походил в такой водораженный, решил выпустить свои голосы, хулиганскими действиями, просто взял пил бензина, походил с ними, облик в здание. Задержанный находится в ВВС. На его счету судимость за кражу, мошенничество и хулиганство. Незаконное растение. У жителя Бобруйска изъяли 362 грамма марихуаны. Каннабис 35-летний мужчина хранил у себя дома. Там же любителя дурмана и задержали. Как позже пояснил мужчина, наркотик он хранил для личного употребления. Было изъято наркотическое средство марихуана, согласно заключению эксперта, общим весом 362 грамма. Также дополнительно были изъяты приспособления для курения и семена для выращивания. Санкции данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы. Смерть на рельсах. На станции Бобруськ товарный поезд сбил мужчину. ЧП случилось 1 ноября в третьем часу ночи. Товарный состав двигался в направлении Жлобин-Минск и сбил бобруйчанина 91-го года рождения. Мужчина скончался на месте. Обстоятельства ЧП выясняются. Это была «Сирена». Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и в соцсетях. Я Анастасия Шевцова. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин